...но в своё время использовалось. Один из это подразумевает, что... Во всём виноваты нижнее подчёркивание. Почему нету какого-то одного слова? Штрих. Допустим, назвали бы это как бы штрих. PGL штрих, Dota 2, Ru2. Всё. Ну, штрих это не то. Если я скажу штрих, никто не поймёт, что это за штрих. Штрих это что-то другое. Здесь приходится говорить так. Кстати, обрати внимание к Юрубико ноги. И я никогда не обращал внимания. Ты посмотри на эти ноги. Видимо, хорошего мага ноги кормят. Да. Такие. После педикюра. Загорелые рубиковские ноги. Насчёт педикюра, конечно, ничего не скажи. Я в этом не особо спец. Не видно отсюда. Ну вот у Думы, например... Всё понятно. Так, у нас тем временем тут драфт, на самом деле, очень быстро проходит. Дум опять и Драгон Найт от Сэнс Кват. По-моему, вчера Сэнс Кват уже играли с Думом. А Тим Спирит забирают себе в очередной раз Тинни Сэн Кинга. В этот раз ещё и Рубика. И Пугну. Пугну, но... Четвёртый пик. Пугну герой, который, с одной стороны, немножко пострадал из-за того, что всем добавили резистов, но мана-то теперь бесконечная, как ты вчера говорил. Ну, у этого героя так точно. Вот ты сейчас будешь смотреть эту игру и обязательно обратить внимание, насколько много у этого персонажа маны. Потому что это просто невозможно играть. Даже вот видно на... по модельке, как мана струится. Струится из... Снизу вверх. Так, а я хотел посмотреть ещё раз на турнирную таблицу. Но там ничего нового. Там ничего нового, потому что... Только после... после матча Empire Fly to Moon мы сможем что-то сказать. У Fly to Moon критическая ситуация, им ни в коем случае нельзя проигрывать. Если они проигрывают, ну, я имею в виду 0-2, то там всё, там конец. Но у Империи ситуация немногим лучше, потому что они сыграли 2 ничьих. Ничьи в формате best of 2 для команды, которая борется за первое место, они губительны. Ничья это очень плохо. Это не так плохо, как в системе, когда за победу даётся 3 очка, а там вообще ничья это почти поражение. Но всё равно это крайне неприятно. Ну что, последний пик. Подпугну с лобиком. Что будут добирать? Уже макроскаст очень серьёзный. Сенкинг, Рубик, Пугна, Тинни. Не хватает какого-то героя для Эллидана, который бы справился с этим. Я бы сказал, что это лайфстиллер, но его забаннили. Я бы сказал, что это ПЛ, но и его забаннили. Может быть, снова Вивер? Показал себя не очень плохо. Против карты, опять же. Против Дума неприятно, но то есть ты тратишь Дум на Вивера, вместо того, чтобы дать его в Пугневича, в того же. И он неплохо именно против Веника, потому что ты просто даешь ультимейт, и ты вот заэвейлил кучу дэмэдж. Герокоптер. Давай, ну, Хаус Найт ещё может быть хороший герой против этих персонажей, которые есть у Сен-Скват. И я просто прошёлся по играм, на которых Ильдан играет. Выбирал из них. И лучше не придумал. Мне нравится Хаус Найт. Отличный выбор. Главное нажать заветную кнопку до Дума. Ну, а с этим ЦК, как правило, справляется хорошо. Это Разор. Кстати, да. Тоже неплохо, но, опять же, ЦК, он пожирнее будет, поэтому мне он нравится побольше. Я помню, с Форсом мы как-то пришли в студию и сидели в столовой. Это было очень рано, это было часов в пять утра, либо это было выходной. Ну, в общем, было рано в любом случае, никого в офисе не было. Ещё. Или вообще в этот день не должно было быть. И мы сели перед нашей трансляцией, она ещё не работала, так как там шли подготовки, чтобы включить. И мы решили включить стрим Ильдана. И он играл там на Разоре. И он жёстко наказывал. Очень. Хотя против него там был крайне неприятный пик. Но он уничтожал. Комментируя все это, едкими фразочками, но, к сожалению, даже половину я не могу, наверное, произнести сейчас в эфире. А Рубик у вас был там против него? Не помню. Помню, что он на линии против Абадона стоял, и ему это очень нравилось. Во всяком случае, судя по тому, как много он его убивал. Но я к тому, что Ильдан — это очередная сигнатурочка. О, Ильдан. Разор. Для Ильдана. Ну, я думаю, что все и так знают. Ну, что-то ж, мне нужно было говорить в это время, пока Sand Squad думали над пиком Никса Ассина. Ну, Никс у них вчера был, и ты помнишь, он тоже был очень... Грозный. Неплох. Да, и против шторма особенно от Айсберга они. Его показали, он был тем парнем, который, собственно, игру помог выиграть. Действительно, много светил, много чего делал. Какие герои здесь сто процентов подставляются? Пугневич, я вижу прямо, как он дает бласт, и уже стоит встание. Ему уже грустно. И ему Берн залетает. Пугневич. Да, то есть это работать будет, я думаю. Пока нравится. Если ты меня спросишь, я скажу тебе, что... Вижу я, как этот герой здесь может быть использоваться. Опять же, они его взяли на четвертую позицию, у них сан четвертой, я перевариваю очень хорошо. Тот... Герой, которого на четвертом... Ну, да. Нет, дело не в Рубике на пятой, а в том, что у тебя есть много вариантов, какие героев сейчас берут или не берут на те или иные позиции. И вот, Нюкс в третьей позиции смотрится просто плохо всегда. А почему? Не может подфармить? Пардон, скорее не может помешать. Не может помешать. Угу. Я понял. Ну, то есть, переходит любой герой. Почти любой герой фармить. И против них сам он будет фармить. Я понял, да. А это сейчас так плохо работает. И даже прошлая игра... Помни, что у нас пришел сложный Тинни плюс Скорпион. Рассчитывать на то, что ты будешь там кого-то убивать в нынешней мете, это тебя не прокормит, если ты проиграешь сильную линию. Ты нигде не возьмешь свой левел, нету ни баунти рун. Даже фармить лес очень тяжело, талона нет. Да и даже если был бы талон, лес так мало дает сейчас, что это крайне невыгодно. Так. Бэйна сейчас найдут. Сейчас его найдут. Он поставил вард и все увидел. Вот как это вообще происходит в доте, да? Он поставил вард, так кинул его, и видит, 4 игрока стоит. Но замечу, что мы опять же в рамках прошлой игры его уже вспоминали. Не вспоминали, а отмечали, что любят спирита вот таким делом заниматься. Да, да. И сразу мигают, мигают. Там вард. Да, я про то, что раз они это любят делать, очевидно, что кто-то будет это дело пытаться ходить хотя бы каким-то способом, но вот один из вариантов, когда ты просто их ходишь и вардом чекаешь. Они всегда так делают. О, минус баунтируна, кажется, будет. Нет, или дан смог забрать. Перекликал. В итоге 2 на 2 по баунтирунам. Возвращается Дум. Интересно, как будет качаться Дум. Мы видели вчера раскачку через землю, но она не возымела должного успеха. На мой взгляд, именно потому, что на линии не мог нормально харасить. Попытка отвести крипов Думом. Ноль брони. Есть щиток. Ну, Рубика есть телекресс. Ага, взял опять землю. Ну, земля, земля это такой невыгодный, недальновидный вариант, как мне кажется. Потому что ты берешь ее и сейчас, но ты мог бы съесть крипа на первой минуте и получить супер реген, стоять на линии. Ты мог бы с Инфернал Блейдом начинать харасить врага. Но у тебя земля, которая все, она кончилась и ее нет. И она не особо много дала. Да, земля, наверное, тот самый вариант, который я не одобряю. Не совсем ясно. Почему? Он здесь и сейчас, да. Но это очень недальновидно. И вот он так любит эту землю, но земля уже совсем не в почете у многих игроков. Сторох выходит на цель. Ты даже вчера был момент, где он раз в три или четыре мог сделать фраги, кого-то убить. На что было ли, тем более, когда у тебя есть земля в один, ты просто быстрее противника и бегаешь Блейдом под Думом четыре раза, даешь ему. Так, тут какие-то проблемы у Бэйна. У Бэйна инфибл на первом уровне. Он с инфибл, поэтому, наверное, проблемы, но как раз таки с Крепионом перестал прошибать после того, как инфибл повесился. Ого, отдаёт очень много лишнего урона сейчас Элидану Дум. Мог просто просто стоять в кустах, Элидан бы спокойно отступил. Но в итоге... Крепстата, 6-0 Элидан, 3-1 Тинни, пока что выжимает своё. И 7-3 года, год. Чувствует себя против Веномансера очень здорово. Постоянно карасят. Сажает его на гель Веномансер. Хотя подходит низ, может быть что-то получится. Но очень страшно подходить к пугне. Бесконечные бласты. Очень много урона они наносят. Ещё один бласт не попадает. Если бы попал, было бы очень больно. Ну и маны, конечно, да. А тем временем Фобус забирает Бэйна, который со своим инфиблом многого здесь не сделал. Боже мой, 705 маны. 705. На 3-й левле. Это вот вообще пока не смотри. На секунду наведись на прирост интеллекта за левел. Уже снизь и пойми, что будет на 10-м. Когда он принесёт себе второй интеллекта за левел, когда он тебе принесёт к нейтарканы и так далее. Да, это жесть. 810 уже. Давай на 15-й минуте к этому вернёмся. Ты скажешь тебе последние эфии, и мы больше к этой теме не будем возвращаться. Зачем об одном и том же? Мы же как бы не стримеры на Твиче, которые говорят одно и то же в течение всей игры. Мы же должны чем-то разнообразить свою трансляцию. Например, то, что веник. Откинулся, но... Ну как? И откинулся вполне... Отплюнулся! Отплюнулся, да. То есть он замедлил, сделал телепорт и выживает. Раду летел сюда же на вышку, и в итоге вы можете тратить фласку. Но это, наверное, выгодно, потому что сейчас главное это экспа. Деньги-то они ещё будут. И в топе небольшое нападение. Нюкс перетягивается, пошёл Dragon Breath, но, опять же, нет урона. Бэйн без левела, Нюкс пока что без левела. ДК не дамедж дилер. Вот на таком этапе игры. И вот тут будет шестой, поговорим. Потому что шестого, конечно, очень тяжело. Детичку дать не может ничего. Сэмкин копает двоих. Отлично, Тинни заходит. Тосс и... Минус Никс. Да. Деревом его похоронил Фобос. Да ещё и были. Закопали, просто пригрели. 3-0? Опять отличное начало этим спирт. Иллидан 19-4. У Дума 4 крипа. Иллидан его очень жёстко щемит. Несмотря на то, что Дум там пытается что-то делать, но Иллидан постоянно его напрягает. Загоняет за вышку и выигрывает свою линию. Причём выигрывает свою линию. Он и должен был её выигрывать. Но не должно было быть 6-4 крипа у Дума. Это заслуга Иллидана во многом. На центральной линии тоже полный порядок. И у Года весомое преимущество над Венамансером. А на верхней линии, где стоит Тинни, напомню, что у него Ферсблат, у него сейчас ещё было 2 фрага, и у него всё тоже отлично. По Гребстату он отстаёт не сильно. Пока что все 3 линии, затем Спирит. И как вот в такой ситуации выигрывать, непонятно. Нападение на Иллидана, но минус весь урон у Дума. И сейчас на развороте может быть очень больно. Ой-ой-ой. Плазмофи, то просто его даст, у Дума добьёт Никса. Да, опять 0. 5-0. Ещё так играл со своими оппонентами, заманивал их, делал вид, что отступает. Но на самом деле просто выбирал момент, когда Санкинг подкопнёт. Подкопнёт. Подкопает. Момент нашёл, момент реализовал, всё получилось сделать. 2000 преимущества. Ну что, опять, опять однокалиточное от Team Spirit? Ну кто-то же должен быть фаворитом на квалификациях. Почему бы не Team Spirit? Интересно будет посмотреть, как с Вегой будут бороться. Последний раз проиграли М3-1. Всё-таки у Веги супертренер, который знает все слабости. Не возвращаемся к мане Пугна. Ещё 10 минут, ещё 10 минут. Но 1000 уже есть. Та самая здоровенная цифра. Ну конечно, тяжело представить, как так получилось у Valve именно патч провести. Ну вот так. Просто бустили, 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 бустили статы, а в какой-то момент сделали так. Нападение на Веника. Пятый уровень у него. О, ну здесь. А что, ну Пугневича, это вот не отпустит уже. Да. Live Drain, штука беспощадная. Ещё и ману всю восполнил себе год. Это очень приятно, когда ты на Пугне с полным хп выходишь, восполняешь всю ману и продолжаешь буставать. Скоро Аркан-ботинки. Не за горами. Ну и из них впоследствии линзу, естественно. Потому что Аркан-ботинки сами по себе, мне кажется, такому герою не сильно нужно. Разор. Разора пробивают. Но опять Бивер подходит тут как тут. И даже без помощи Бивера на этот раз. Можно разобрать второго с помощью Бивера. Почему бы и нет? Это вот двоечка у нас с тобой вчера была от Офира. Да, вот почему здесь у нас Сторох с Массакром. Это двоечка от Элидана. Я бы сказал. Под Аркан-руной подходит Пугна. Ну это жесть. Венику никуда здесь не уйти. Опять полная мана под Аркан-руной. Все очень хорошо. Выходит Никс. Копает. Берна нет. Это, кстати, интересно. Берна до сих пор нет. Подходит Дум, но не может ударить в Астрал. Пошел еще один Бласт. Нельзя бить. Нельзя бить, потому что пошел бы Лайфдрейн. Но здесь неважно. В любом случае Дум погибал бы. 10-0. 4 тысячи преимущества. На седьмой минуте. До 15 минут эта игра может закончиться. Такими темпами. Еще и под Аркан-руной. Вы посмотрите. Бласт стоит 145 маны. При этом она спамит его каждые 3,5 секунды. И у нее есть еще на 3 бласта. А то и на 4. Это минус вышка. Не хотят, не хотят. Хочет бластом добить наверняка. Не важно, что есть на 3. Нужен всего-навсего один, чтобы забрать этот тавер. Ну, я даже не знаю. Или Дан в соло спушивает тавер. Его здесь уже оставили все попытки гангать. Вот примерно так игра на Разоре его выглядела в той игре. В папочке. Только в папочке его пару раз все-таки убили. Здесь не смогли. Здесь он. Ну, здесь у него команда с ним все-таки ходит. То есть я уверен, что и первый бы выход, скорее всего, закончится успешный, если бы не подошел Скорпион. Но он подошел. А в паблике, я думаю, это могло бы и не случиться. Да, в паблике. Хотя, как там это работает, на самом деле, очень многие игроки сейчас идут, знаешь, от политики. Не могу слово подобрать, но, в общем говоря, они пытаются наоборот. Делать настолько хорошо, чтобы их Кор не рейджовал, не диктовал, не левал, не ломал шмотки, что готовы просто стоять за ним в надежде, что, типа, пусть лучше так. Если мы ничего не будем делать, он, может быть, выиграет соло, может быть, проиграет соло. То есть он не левнет, и там мы точно не проиграем сразу. Может быть, это случится чуть позже. У тебя он дремит, короче. Так, слушай, а тут отмена, произошла отмена аркан-ботинок упуганных. Дискорд и сразу линзу. Ну, кто ж знал, что внезапно тут вот так вот все... Ну, в линзу можно выйти через аркан-ботинки, это никто не мешает сделать. Просто дискорд он не собирался делать, возможно. Но, глядя на то, как разворачивается игра, как много ему отдают, и вышки, они хоть и дают меньше, но все равно это очень много. И героев раз за разом. Удивлен, что у них са до сих пор нету Берна против Пугна. Это действительно поистине удивительное событие. Элидан фармит вражеский лес уже с ультимейтом. Почему бы и нет? Видит Бэйна. Идет на Бэйна. Статик линк, Найтмар, Декрепифай, Бласт, Минус. Дум на Разора. Довольно спорное решение. Разор уходит из драки. Пугна подходит. У Пугна не так много маны. Пробивают Тини. Тини спасают. Разор возвращается под Думом, но ему все равно. Он под Думом. Сеточка от Дума. Он под Думом может бить так же, как и без Дума. В итоге очень аккуратно играют. Не позволяют камбэк-механике вернуть хоть какой-то должок команде Сейнт Скват. И просто абсолютно спокойно отступают. Три кор-героя в топе. У суппорта все замечательно. Один с ноль на десятой минуте. Шесть тысяч. Вот сейчас попытка забрать Тини. Возможно, удастся. А возможно и не удастся. Тини захиливает Пугна. Отступает. Инфернал Блейд. За Фобосом продолжается погоня. У Фобоса ничего нет. Сейчас будет еще один Инфернал Блейд. Через пять секунд. Но сначала будет Тосс. И тут приходит Пугна. Фейтболт от Рубика. Тини выживает на ЛОХП. Никса стирают. И ни одного фрага. Минус с Плазма Филда из дерева. Дум. Цепляют. Так и на самом деле льготы не останавливаются. Он просто бежит дальше. У него есть Лайф Дрейн. Есть Левижн. Есть Подкоп. Должен быть Подкоп. Но нет там. Сентряк. Ну хорошо. Эллидан-то среагировал. Снимает своего тиммейта. Эффект. Ну и там смерть уже должна от Каустика быть через... Вот сейчас. Но нет. Слишком маленький урон. В один песочек, в два. Чё-то я вот это в момент упустил, что он вот такой вариант полуфармящий предпринял, который именно вот с песочком адекватно Лес фармит. Я не нахожу слов для того, чтобы продолжать комментировать эту игру. Она практически закончена. Секунды, секунды. Главное, чтобы она на эту минуту наступила. На пятнадцатой это наступит, это точно. Аркан-ботинки появляются у Пугны. Тем временем, после Вэлла в Дискорде Тинь делает... Тинь делает Shadow Blade, интересный выбор. ДК находит Тинь, выкидывает Dragon Knight куда подальше, не более для того, чтобы обезопасить себя. Вот здесь мы видим совсем другую раскачку от Фобоса. У Фобоса раскачка через Тос, три грэп в два, и скорее всего он дамаксит три грэп, учитывая, что у него Shadow Blade. Ну, мне так кажется. Да, зачем? Ну, потому что так делают. Для того, чтобы фармить. Очевидно, зачем качают три грэп. Ок, ну, выходят, видят двоих, они безвижны, без ничего поднимаются. Тинь ждет рассказ, убивает. Просто бои на в соло. Еще и начинают думать, разъясняют за жизнь, что типа не надо так. Веник отдает варды Рубику. Три третьего левела, то есть можно идти и пушить теперь еще активно. С помощью вражеских змей. Да и раньше можно было идти пушить. Ну, теперь это еще проще делать. Здесь главный пушер это Гот, который пока что догрейживает себе урну, линзу. Ему осталось купить Войдстоун и рецепт. Это полторы тысячи золота. Почти. Рубика цепляют. Возможно, Рубик погибнет. Выкидывает на Веномансера. Да, это первый фраг. Артемка на Фидиал. В этот момент цепляют Иллидана. Возможно, это второй фраг. Но залетает в него камень. Тинь не выбрасывает Дума. Дум погибает. Но это еще два камня дополнительно должно быть. Камни почему-то не кидают. Он, кстати, не попадает в Розора. Попадает в Тинь. Он даже не выживает. Как же так? Отпустили Розора. Было два камня. Можно было сразу выкинуть. Такое ощущение, что Дум не сразу сообразил. Может быть, уже телетанул. Отчаялся. Нефриты находят Иллидан. На, и вот наказание. Минус Нефрит. Умирает с пассивки. Это Пумневич тоже бежит. Он сейчас может еще в них сосунуть. Пару костов есть. Вот они его найдут. Но решили забить. Решили просто забить. 16-1. И всего 8 тысяч перевеса. Когда-то игра на этом закончила, потому что было бы уже 1020. Ну, не в этот раз. Не сейчас. Дота игра не про фраги. До 15-й, до 10-й минуты игры. Хотя иногда бывает даже 5 фрагов достаточно, если это все подкреплено какой-то жесткой доминацией. Но сейчас, как мы видим, даже так. Или чем? Или треками от Баунти Хантера. Треками от Баунти Хантера. Треками уже тоже слишком долго 6-й уровень получать. Забирают вышку сверху. Тинни находит Бэйна на нижней линии. Расправляется с ним. Есть уже Шадоу Блейд. Действительно, максит 3 грэп. Ну, на самом деле, мне Артём говорил, что вот если Шадоу Блейд, то 3 грэп потом максится. Я думаю, что в его команде все плюс-минус так и делают. Если вспомнить раскачку года, он не качал 3 грэп, но у него был блинг. Я просто уверен, что если ты прибегущий с потенником других коллективов, то у них... Ты найдешь... Ты найдешь абсолютно разные раскачки. Вот сколько существует комбинаций, столько их и будет. Здесь все сплы практически настолько равнозначно цепляют. Сэн Кинга подходит ДК. Сэн Кинга могут убить. Уже убили Рубика. Сэн Кинга копает. Уходит с Блинкдагера. И Иллидана подцепляет. Неожиданно появляется Гот. Да, Гот со спины заходит очень аккуратно. Сейчас бы как-то помочь Иллидану. Но еще один бласт. Лайфдрейна нет. Да, Лайфдрейна нет. Ничего нет. И Иллидана стирают. Минус Рубик, минус Иллидан. В размен на Никса и Бейна. В очередной раз Бейн уже шестая смерть у него. Но Гот играет аккуратно. Понимая, что если он зайдет, то его быстро разложат. Покупает себе Кларити. Но я думаю, что можно уже посмотреть. 1800 маны. С Вэллов, Дискордом и Линзой. Неслыханное количество маны. Невиданное. Посмотри, например, на ДК вот этого. 459. Его, кстати, сейчас убивают. Пытаются армлетом играть. Но здесь еще и с Тиней. Я думаю, все равно его заберут. Можно будет попробовать забрать еще и Дума, но... Нечем добежать, чтобы выкинуть его. Подкинуть, как-то задержать. И Пугна продолжает под Кларити, восстанавливая 15 маны в секунду, разминать вышку. Вместе с Тиней это отлично получается. Там еще урон такой очень приятный по зданию залетает. Да, и остался последний бласт. Ой-ой-ой, как... Не кстати здесь наступает Никс Ассасин в Инвизи на Сентрю. Ну, это дает рэвидж хотя бы. Возможно, выживает. Но нет. Прилетает Гот. И вроде своей немощной, но все-таки попой раздавливает Жука. Он как бомба, которая не успела разорваться, но уже убила прямым попаданием. Минус Дум в очередной раз 31 секунда без него. 12 тысяч перевес. Байбека тоже нет. Пугне все-таки не хватает немного маны для того, чтобы спамить бесконечно совсем. Но очень расточительно действует Гот. Он постоянно кидает эти бласты, ставит вард, декрепифай, лайфдрейн. Предлагает на секунду еще раз к нему вернуться, потому что он докупил Арканы себе. Еще, да. У него 2140. Где антимаг вот сейчас? Кстати говоря, действительно, теперь антимаг может... Вот, кстати, почему антимаг не вернется в доту, когда все энтовики получили такой буст и против любого мага антимаг со своим мановоидом, даже первого уровня, напомню, что теперь первого уровня мановоид значительно больнее бьет, Пугну бы разнесло вместе со всей командой. Тут невозможно защититься от этого. Если Пугна теряет ману, или по какой-то причине остается с маленьким количеством маны... Развели смог. Ой, но слишком... Слишком круто заходит Тиня. Успевает ультануть Веномансер, но вряд ли этого урона хватит. Декрепифай на Дума. Дум раз... ГГ. Неплохо. Тогда разработчики, а не разработчики, а эти организаторы немножко ошиблись. Со временем в этой серии могли бы все-таки не делать ее параллельно. Ну да, но я так понимаю, там уже... Сейчас я чекну, это чекну, дабл чекну. Стартовал ли параллельная серия. Непонятно. Там еще нет матча. Неясно. Ну тогда я даже не знаю, что мы будем делать. Мы... Давайте для начала посмотрим итоги этого матча великолепного. 25 на 3. 25 на 3. Кто нафидел? Или Дан и Артем. Старая гвардия в битве. Да, еще даже какие-то... Ну нет, здесь Тинни слишком... Тинни пугно слишком перефижены. Да вся команда слишком перефижена. Нет вообще артефактов. Сэндскват решил, что лучше не пытать себя, не мучиться. Все-таки Дота это игра для удовольствия. Казалось бы. И играть в нее вот так вот, проигрывая. Они и в прошлой игре какие-то потуги предпринимали для того, чтобы вытащить ее. Но это было слишком тяжело. И в этой игре ни к чему это. У них становится статистика 1-5. Если я правильно понимаю. Да, у них два поражения, одна ничья. И только лишь единожды они смогли обыграть Fly to Moon. У Team Spirit становится статистикой 4-0. Теперь они единолично выседают на троне. Они уже обыграли две команды. Осталось встретиться еще с тремя. И я думаю, что при таком раскладе, возможно, им даже хватит ничьих с оставшимися коллективами. Потому что те уже потеряли в свою очередь очки. Но об этом пока что рано говорить. Об этом мы будем говорить завтра. Об этом мы будем говорить в концовке сегодняшнего дня. Сейчас мы уходим на перерыв. После этого либо мы возвращаемся с матчем Империя Fly to Moon. Либо вы смотрите Империя Fly to Moon на втором канале. А мы ожидаем здесь следующего матча. И по расписанию это Vega Empire. Кстати, интереснейшее противостояние. В общем, увидимся через X минут. Субтитры сделал DimaTorzok